Всем доброго времени суток! Это светофор, но это дикая дорога сумасшедшая. И в общем, все и сразу. И нажала на старт, и дорогу переходим. Сегодня 16 ноября. Идем. Четверг. Чудесная солнечная погода. Время полвторого. Мы сидели-сидели дома, лежали-лежали. Маемся из стороны в сторону, волнуемся. Завтра идем повторно подавать документы, сдавать. Надеемся, естественно, что все пройдет второй раз отлично. Без всяких проблем. Идем прямо на солнце. Свидетельство о рождении июна, которое перевели на турецкий язык, мы заплатили 450. Ну и все-таки решили, дабы не рисковать, и нотариально его заверили. Это нам обошлось в 500 лир. Вот так. В общем, манипуляции со свидетельством о рождении нам обошлись в 950 лир. Это к плюсу, к документам АВНЖ. Хоть на улице солнце и тепло, но через 2 часа, когда солнце уйдет, будет уже прохладно. Ну и ветер уже прохладно. Солнце, конечно, очень яркое, но не такое обжигающее. И это радует. Я сказала, что мы пошли в Марк-Анталью. Да? Муж говорит, сказал. Дорогу все мои мысли, пока бежали, перемешала в голове. Пойдем прогуляемся, отвлечемся. Прогуляемся, отвлечемся. Собака большой, люди идут. Касса. Касса. Посмотрим мужу, может быть, какую-то ветровку. Ну, ветровку, рубаху сверху. Посмотрим, разберемся. Ну, это так. Чтобы не бесцельно шагать. Хотели начали в Аутлет сходить в Вайкики. Но там же только один магазин. Но еще фула-мода. Ну, так. А в Марк-Анталье вроде побольше. А потом просто вернемся, пойдем на Чершамбух, там купим. Потому что там дешевле в три раза. В 4-5. Посмотрим. Уже половина дороги прошли. У меня, конечно, масштабные мысли были по поводу уборки территории на террасе. Думала, встану, сверну горы. А потом думаю, да пускай они стоят, те горы. Правда же? В общем, все мысли, все энергии переброшены в сторону ВНЖ. До террасы лень. Лень. И поэтому пошли вдоль Попитерской. Ой, ой. Мальчишки на лесопетах. Как-то надо перейти. Столб так это наклонен. Опасно. Просто такой квест. Просто квест. Ого. Анталия готова к Новому году. Какой богатый ассортимент. И мишура. И игрушки, и гирлянды. В общем, готова к Новому году. Целый магазин. Ой, развлечься можно, да? А, и вот цены есть. То есть набор. Боже мой, 65 лир. Недешевое удовольствие. Ну, по-моему, тут все цвета радуги и даже больше присутствуют. А вот такие побольше, 6 штук. 95 лир стоит. Звездочки. Ага. Ого, черные шары. Кто белые ёлки, да? Тут же рядом и метёлочки для декора. Масса искусственных цветов. Ну и всё. Ой, надымили пацаны. И выходим на улицу Шараполь. Всё. И налево, и там нас встречает Марк Анталия. Кукуруза, сок. Налево, налево. Это я сейчас просто направо хотела посмотреть. Тут как-то мы сок пили натуральный. Прям дешёвый. 3 лиры стаканчик. Интересно, сколько сейчас стоит. Ну всё. Нам туда. Ну вот. Картинка открылась во всей своей красе. Ой, наш сигнал. Вот там дальше. Ой-ёй-ёй. Дальше вниз идти. Вот так. Будет Старый город. Кополый ёл улица. Потом налево и Шеклар. Кстати, Марк Анталию-то уже нарядили к Новому году. Вот тут обычно ещё стоит ёлка и какая-то ещё инсталляция с оленями с подарками. Ага. Стоит, работа, работает, дует. Ну а так уже на фасаде вот нарядили. И вечером это всё, конечно же, красиво подсвечивается. Ну всё, заходим. Вер, время 2 часа дня. Народу много. Так, конечно, мы не любим. Ну да ладно. Гуляем. А, кстати, наряжено или нет? Внутри-то Марк Анталия. Ну, в общем, потихоньку в праздничный вид. Ой, внизу что-то какое-то шоу пиратское. Корабль стоит. Для детей матрасики. Видать, в выходные дни проводятся. Какое-то мероприятие для деток. Наряжают потихоньку Марк Анталию. О, током стукнулась женщина. Вот это железо. По-моему, не бывает. Мы в Катон зашли. Вот это пока привлекло внимание моего мужа Куртейка. Ну, говорит, очень много карманов. 1700 стоит. А у него ещё день рождения, у моего ненаглядного, в ноябре. Поэтому сам Бог велел подарок сделать. Ну, посмотрим, посмотрим. 1600. Такие Куртейки, конечно же, они дермантиновые. На модных пацанов, на мопедах. Нет, 900 лир джинсовка. Ну, цвет, конечно, поганенький, на наш взгляд. Вот такая 1050 стоит. Магазин Форук и Кин. Белые вот такие джинсы за 200 лир. Размеры есть разные. И Эско, и Икс Эль. Хорошее предложение. Куча толстовок от 100 лир. Цена 100, потом 199. Какая цена? Хорошая. Трикотажные юбки привлекли моё внимание. Вот такие вот молочные, бежевые и тёмно-синие. По 300 лир. Чудненько. Минутка красоты. Последнее время я как-то заглядываюсь на камень. Султанит. Он такой сказочный, волшебный даже. Ну, а здесь бриллиантовая россыпь. Какой бы примерно, конечно, цены. Ну, спросить это нереально. Это сразу суета, заквохчут и всё равно торговаться надо. Цену называют одну, а продают, как правило, совсем по другой. И ещё, думаю, в Маркантале, конечно, не будет цена дешёвая. А вот где-нибудь по другим улочкам, не туристическим, будет значительно подешевле. А, не только на выходных шоу-то вот это вот какое-то тут пиратское. А в такие дни тоже, оказывается. Сейчас вообще каикулы у детей. Наша Альмина находится на даче у турецких дедушки с бабушкой. Ну и всё. И мурашки поползли, на коврики усаживаются. И сейчас будет для них какое-то развлечение. Развлечение бесплатное. Секундочку, чтобы музыка не изучала долго. В H&M вот такие интересные рубахи. Так, 1360 стоит. И в рукавах, и всё прямо на синдепоне. Светлые и такие тёмненькие. Рубаха, но на синдепоне. Что там на кнопках она, да? Прошита внутри. В общем, такая куртейка хорошая. Шоу в самом разгаре. Герои присоединились. Ну здорово, ребятня, увлечена. В поле есть красивые модели. Комбинированная ткань, такая мягкая. вельвет 1930. Брюки ему уже понравились. 1430. Плотная ткань, тёмно-синий. 2420. Вот такой джемпертон на молнии. В общем, вот эта рубашка понравилась. Что-то она 1800 что ли или стоит. Вот такая. Ничего лишнего. Лаконичная, симпатичная. Ну, без всякого. А на утеплителе просто плотная и всё ткань. Завершаем мы наш променад по торговому центру в Вайкики. Мне вот эти нравятся рубашки. Не знаю, типа макро вельвет макро. 500 лир стоит. Мне нравится вот эта серенькая. А вот это типа микро вельвет. Это тоже 500. Цвета разные. Ну и мне кажется ну не знаю, нравится она мне эта рубашенция. Ну вот. Муж вельвет не одобрям. Ну какие куртейки. 700 лир на подкладе. Светлые, тёмно-синие, чёрные. Ой, вот эти куртки мы уже, конечно, показывали. они удачные. 800 лир. Не продует, не промокнет. Такой надёжный скафандр. Ну вот это какая-то простоватая, на мой взгляд, 600. Вот тут мужчина за 500 приглядел. приятненькая, ну тонкая, рубаха за 600 лир. Вот такие вот мужские джемпера. прям вот вот такая картина как-то мужчины в возрасте так активно шопятся одни сами по себе без своих дам. Как-то так необычно, на мой взгляд. Столько много и... продавец. 400 лир. Тёмно-синяя рубаха. Похоже у нас джинсовую, но не знаю, джинсовая или нет. Пойдём ещё джинсовочек глянем. Так, чёрная 800, такая серая 700. Мне приятен цвет. С капюшоном чего-то тут муж нашёл с такой отделкой. 900 стоит. Просто отделка никакого подклада. Может быть отстегивается я что-то не заметила. А вот джинсовая рубаха и внутри прострочена 800. Ой, даже в рукавах всё это есть. Прямо неплохая. Может быть чересчур тепловатая что-то, нежели что мы планировали. Ну, понравилось мне. Неужели я заставила померить? Неужели наши вкусы совпали? что-то внизу она как будто некачественно сшита там. Вот, видите, висит. А там подклад. Можно, конечно, другое посмотреть, но не знаю. Нашли пока некачественно. Ага, что-то внизу защипывается. висит. А так вроде и приглянулась, да? Ну, понравилось, говорит. Ну, хорошо. Хоть что-то, какую-то модель нашли, которую приглянулась и ему, и мне. Зажглись уже огонёчки. Ну, конечно, ещё не так ярко, как хотелось бы. Полпятого время нагулялись, развлеклись. я думала, будет прохладнее, обычно прохладнее вечерами. Ветер прекратился, что ли. Прямо мягкий, хороший вечер. Вот даме в маечке, например, я немного, ну, немного завидую. Всё, движемся в сторону дома. Кстати, я всё хочу сказать и забываю. Завтра важное событие в нашей жизни ровно два года, как мы приехали в Анталью. И по стечению обстоятельств завтра несем документы подавать на ВНЖ. Так что обязательно всё должно быть восхитительно, изумительно и волшебно. На другое мы не согласны. идём домой, шагаем, торопимся, проголодались. на улице ещё не сильно темно. Везде на первых этажах какие-то магазины, всегда суета, строительные, со шторами, парикмахерские. в общем, жизнь кипит. Хотя завтра без дождя и сегодня тоже. вчера на одну улицу свернули, когда ходили в магазин и мандарины. Ну, короче говоря, были вкусные. Не померанец, не вот это вот, а очень сладкие, привитые. никто их не рвёт, не собирает. Вот здесь, конечно, не знаем, но, возможно, несъедобный. Видите, много гнилых. А мы вчера нарвали с дерева, очень вкусные. Когда ели, сами радовались, что имеем возможность есть мандарины с дерева. Ой, поворачиваешь. Благодарим, что прогулялись с нами и, разумеется, до встречи в следующих видео.